Хей ребят, я Рома, это Роза, а этот дом, если вы не новенький, может показаться вам знакомым. Да, мы действительно приехали к родителям, потому что мне кажется, что я не совсем правильно завершил первые серии. На Цубери все ссылки в описании, а вот здесь по плейлисту можете посмотреть, как мы прошли вот поколение, к которому принадлежит вот этот дом. Зои, наш не основной персонаж, и Минт, человек, в честь которого весь дом окрашен в мятный цвет, а сам он был героем нашего первого поколения. Давайте я расскажу, почему я здесь. Во-первых, это действительно первый выпуск, когда мы играем исключительно за Розу. Первые три выпуска до этого она, будучи ребенком, жила с родителями. Ее отец, лучший ученый на планете, мать, это было не обязательно, но тем не менее, она начальник лаборатории. Мы завершили коллекцию элементов, вот она. И, к сожалению, не могу показать вам навыки ее родителей, потому что у меня нет доступа, как видите, я играю сейчас только за Розу. Вот эта дурная делает какую-то гору снега, намазавшись чем-то черным, не представляю. Даже не спрашивайте. Ну и вот смысл в том, что все, мы окончательно закончили здесь, она живет в Нью-Йорке. Я в предыдущем выпуске показал вам, как обустроил ее квартиру, но сейчас давайте покажу, как она в этой квартире будет жить. Собственно, об этом сегодняшний выпуск, потому что нам нужно находить парней, плюс нам надо прокачивать харизму. Третий столб, на котором будет держаться сегодняшний выпуск, это празднование Нового Года, потому что вот так внезапно у нас Новый Год. Я не могу здесь сидеть сейчас с мандаринами, потому что я всех их съел, если вы не видите, по-моему, блин, лицу. Но родителей мы пригласим, Новый Год отпразднуем. И хочу напомнить, что все это Роза делает, будучи все еще подростком. Да, у нас осталась всего неделя, но мы очень быстро живем, поэтому недели здесь это много, поверьте мне. Минт пришел. Ммм, стать лучшими друзьями. Кстати, давайте, пускай у нас будет цепочка. Каждый следующий персонаж прекрасно дружит с другим персонажем. Хотя напомню, что как раз следующее поколение, третье поколение, не может дружить вообще ни с кем. Мы можем дружить только вот с этим стариканным Минтом, но, как вы понимаете, к сожалению, видимо, парень или девушка с третьего поколения не будет иметь друзей. Минт уже очень старенький. Но я забыл сказать самое главное. Наша жизненная цель, серийный романтик. Мы должны начать уже сейчас. У подростков есть ограничения, мы можем вступать в отношения и вообще делать любые романтические вещи только с подростками. То есть она не может пока что начать тусить с взрослым персонажем, ну потому что так нельзя. Но времени у нас не так много. А задачи, хоть они самые сложные, но все-таки довольно объемные. Поэтому нам нужно начинать уже сегодня. Ну а первым делом Новый год. Смотрите, традиция, которую нам нужно выполнить, потому что Роза ее обожает, это отчет времени до полуночи. Когда мы садимся и считаем время. Почему я должен объяснять такие простые вещи? Вы же не глупые, вы поняли? А еще у нас есть замечательная опция. Мы можем придумать цель нашему персонажу и как только мы ее выполним, он будет довольно счастливым какое-то время. И здесь, как вы понимаете, конечно, лично я выбрал бы повысить уровень навыка или написать книгу, что-то такое. Но Роза, вы знаете, Розу. Найти вторую половинку. Мне кажется, это будет нереально, я уже пожалел, что это сделал, но... Окей. Цель поставлена. Мы должны посещать общественные заведения и общаться с персонажами, чтобы найти нашего первого парня. Ну и так как до полуночи еще куча времени, заставим Розу немного побегать, просто чтобы улучшить контроль над эмоциями. Вдруг успеем. Она у нас холерик, поэтому взять под контроль вот эту вот часть, конечно, было бы совсем не лишним. Так, окей. Родители уходят, но мы пригласим их еще раз. Потому что никто не смеет уходить и не считать с нами секунды до нового года. Еще знаете, что я думаю? Роза, мне кажется, не совсем тот человек, который должен готовить целыми днями. То есть, да, это не сложно в Sims, но как часть характера ее персонажа можно просто же заказывать еду, да? Или, учитывая, что мы живем в городе, можно просто брать еду в городе. Опять же, мы можем попробовать все блюда. Здесь есть скрытые черты характера, которые позволяют вам есть острые блюда или питаться палочками. То есть, оно не показывается, но так или иначе персонаж с плохим владением либо обжигает себе рот, или у него изжога, или он роняет палки и не может поесть. Плюс, можно собрать некую коллекцию, которая тоже не отображается, но 26 блюд на улице, которые мы можем поесть. А вообще, представьте себе, просто вот быть 15-летним подростком и вот уже жить в таком жилье. Но, как я говорил, она дочь уважаемых ученых, между прочим, с мировым именем. Поэтому у нее чуть больше возможностей. И смотрите, как прекрасно начинается наша история в Нью-Йорке. Мы приезжаем и сразу видим творческого парня в творческом районе. Да, он подросток, я убедился, все нормально. Причем он подросток в районе, где сплошные пожилые. Понимаете, мы сняли квартиру в таком месте, что здесь молодые даже не тусуются. Здесь только прямо уже успешные и состоятельные. Но самое главное, что у нас есть первый парень. Ну как, он еще не парень, но он об этом еще не знает. Очень важно сейчас, используя романтический характер Розы, а она, я напоминаю, романтик. И у нее есть из-за этого особая черта характера, которая называется очаровательная. То есть она может чуть больше на любовном поприще, вот и все. Например, мы можем подарить Розу сразу. Не саму себя, а как цветок. Подарить Розу, к сожалению, эту женщину здесь никому нельзя. Так, мне кажется, что это получается. Этот парень скоро... Не знаю, кстати, сколько новых людей сейчас досмотрело до этого момента, но если здесь старички, они могут заметить кое-что необычное, что этот выпуск стал более душевным, потому что я просто провел трехчасовой стрим, который прошел действительно очень душевно. Вся инфа о следующих стримах, о том, когда это все будет в поблосе, в моем, по ссылке в описании. Мы там общаемся и вот это вот все. Обязательно подпишись. Ну а сейчас парень от нас убегает. Нет, нет, нет. Спросим, есть ли у него пара, и если у него нет пары... О, чувак, ты попадешь в такой списочек. Эй, куда ты уходишь? Куда ты? Стой! Не-не-не-не, парень, ты не уйдешь. Ты не понял, с кем связался. Мы не будем делать первый поцелуй, потому что, смотрите, это понадобится нам только на следующих стадиях. Видите, совершить первый поцелуй три раза. Сначала два свидания. Мы довольно целомудренная юная барышня. Я очень странно себя чувствую, когда так говорю, ребята. Так вот, мы нормальная скромная девушка, поэтому не можем просто так, естественно, целовать всех подряд. И будем сначала ходить на свидание, а потом целовать всех подряд. О, у нас есть еще один. И вот этот, как по мне, выглядит чуть более презентабельно. Поэтому парень в группу, в чат, даже не волнует, что они просто рядом стоят, и она такая, типа... А, он все еще восхищен тем, какой он классный. Мне кажется, мы отчасти поторопились. Посмотрите на этого парня. Посмотрите на этого парня. А еще надо бы будет их поизменять. Ну, в смысле, не им поизменять, а прям их реально поизменять. Потому что Sims накидывает все, что может. И если есть какие-то пирсинги, кольца, все, что угодно, генерируемые автоматически персонажи... А мы прожили уже достаточно долго по меркам в Sims, и поэтому создались новые персонажи. Вот они наряжены просто как угодно. И этим нам тоже надо будет заняться. Не-не-не, чувак, ты так не надейся, ты это... Просто в списке. Ты здесь исключительно для этих целей. Кстати, возможно, он станет нашей первой парой, потому что тот парень какой-то с речком ушел. Да, я оцениваю парней у себя на канале, а что такого? Какой-то он не очень уверенный на самом деле. И что-то мне уже не очень нравится, что мы будем с ним. А еще надо следить за часами, потому что уже почти 9 часов, до Нового года осталось несколько часов. Нам надо бы пригласить родителей, так, чтобы все было правильно, по-семейному. Какая-то странная смесь душевности и шлюховатости в сегодняшнем выпуске. Извините. Чем он ее напоил? Что это такое? Она напилась, и нам нужно приглашать родителей, чтобы отметить с ними Новый год. Безумно вовремя. Классическая роза. Она будет такой. А ты куда? Эй. Ну да, здесь же связь, наверное, лучше ловит. Тут даже окна нет. Ты че? А, ей еще и фигово. А у нас до Нового года совсем немного осталось. Классный Новый год, ребят. Вообще, это ведь то, как мечтает отмечать будущий президент. Здорово. Родители, кстати, уже приехали. Пойдем поближе к ним. С 11 часов можно будет начинать смотреть новогодние передачи и отсчитывать начало Нового года. А че и фигово-то? Нет, то есть я понимаю, че и фигово, но в том плане, почему настолько? У нее же пипец, сколько хороших мудлетов. Посмотрите, вот это все перебивает. Не пейте, ребята. Отвратительное дело. Е, 11. А это значит, что мы можем смотреть отчет до полуночи. Только долго же мы будем считать, потому что 11 только началось. Представляете, вообще, настолько заранее начинать считать до Нового года. То есть, когда у вас остается час, и вы считаете секунды. 3600. 3559. Нет, подожди, как считать? Да, вот, собственно, то, чем занимается любая нормальная семья за полчаса до Нового года. Симс. Симулятор жизни номер один на рынке. О, двинулись. Мифопад. Вам не кажется, или реакция розы немного заторможена? Немного. Вот настолько заторможена. Смотрите. А, ну что это такое? Браво. Браво. Новый год. Новый год. Очень теплая серия внезапно получилась. И, кстати, о теплых сериях и доброте в целом. Какого из двух парней нам сначала вы... Напишите, пожалуйста, в комментах, потому что я не буду делать этого в этой серии. Ну и с кем начнутся отношения, решать будете вы. Канун Нового года прошел успешно. Мы получили 500 очков удовлетворения, которые мы можем очень-очень хорошо потратить. Так как нам нужно довольно быстро продвинуться по карьере. Либо мы выбираем предприниматель, либо мы можем вообще взять хорошие связи и начать чуть раньше. С другой стороны, роза будет человеком популярным. А популярный человек может вот по этой ветке быстрее продвигаться или более высоко начинать свою карьеру. Мы не успеем достигнуть пятого уровня никак до того, как станем взрослыми. Но, что мы успеем сделать, так это получить хотя бы пару звездочек. А уровни на третьем мы уже начинаем карьеру не с пустыми руками. Плюс есть хорошая репутация. Кстати, мы сейчас будем дружить нормально с парнями, где наша репутация. В общем, при хорошей репутации нас будут приглашать на работу сразу на пятый уровень из десяти. Так что мы можем вот так спокойно спать вместо повышения навыков. И, будучи человеком с хорошей репутацией, просто оказаться на довольно высокой должности. Но это не то, что следует рассчитывать, потому что нам звонят не так часто и предлагают случайную профессию. Типа, нам могут позвонить и сказать... Хей, хотите быть спортсменом пятого уровня? А мы такие, мы президенты метим. Все, до свидания, позвоним вам через две недели. Хорошо, две недели тогда, две недели, через две недели. Алло, слушайте, вы тут парменом хотите быть? Поэтому это не то, что стоит рассчитывать. Но если вы хотите какую-нибудь карьеру просто для денег полностью освоить, тогда хорошая репутация вот здесь, это то, что вам нужно. Как и в реальной жизни, репутация зависит от публичных действий. Поэтому если вы общаетесь с кем-то наедине, ваша репутация никак не меняется. Если вы делаете хорошие дела на публике, ваша репутация растет. Это лучше связи, лучше друзья, лучше карьера. Так оно и работает. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok